Письмо будет в ближайшее время рассмотрено, и мы выделим деньги. Спустя две недели мы не сделаем никаких шагов для его рассмотрения. Только позавчера мы узнали, что что-то там не так в этом письме, и его надо срочно переделать. А наш Петрозник находится на передовой и очень нуждается в этих микроавтобусах для эвакуации, для боеспособности подразделений. А вы, что вы распустили? 4,5 тысяч людей за 4 дня. Я еще раз вам говорю, это письмо у нас доставлено, 29-го, 06-го, конкретно исполняющий обязанности БЭЛ. Какая регистрация? Какая регистрация? Они снились в Крижановске, сказали, вот это переделают. Добрый день, уважаемые друзья. Хочу кратко рассказать о том, как городская власть города Терновки в лице городского головы Виталия Ильича Тарелкина поддерживает вооруженные силы Украины и приближает нашу победу. После начала войны наше подразделение некоторое время несло боевое дежурство на территории нашего города. Увы, такие были приказы высших командиров, и солдат вынужден их выполнять, он не имеет права выбирать место службы. В течение времени наше подразделение было перекинуто на восточные границы для несения службы непосредственно на линии соприкосновения. В наше подразделение входило порядка 90 человек, и для мобильности и эвакуации раненых требовало хоть какого-то транспорта. Транспорт, который не подведет, транспорт, который подвезет боеприпасы, транспорт, который будет использован в эвакуации раненых. Напомню, что в марте 2022 года была принята программа городским советом города Терновки на поддержку вооруженных сил. Я, зная эту информацию, как военнослужащий, как командир отделения, донес эту информацию непосредственно своему командиру и командиру батальона. И было принято решение делегировать меня с письмом, заявкой на приобретение из бюджета города Терновки трех микроавтобусов. Тогда не обозначалась ни цена, ни даже не обговаривалось. Просто нужно было три микроавтобуса, самых простейших. Тогда был рассмотрен такой вариант, как Volkswagen T4. Старенький, но надежный. Я взял это обращение и привез к городскому голове. На тот момент городской голова Тарик Таренко находился в отпуске. Меня с распростертыми объятиями приняли его два заместителя. Заместитель по экономическому вопросам и первый заместитель мэра. Я рассказал им о сложившейся ситуации. Они меня заверили в том, что, конечно же, деньги есть. Терновский городской совет готов поддерживать наших военнослужащих, готов выделять деньги. Мы даже с одним из заместителей выбрали примерные микроавтобусы, посмотрели их стоимость. Их стоимость составляла порядка 150 тысяч гривен. То есть умножаем на три буса. Это получалось 450 тысяч. Мы сделали керокировку в этом письме и заверили меня, что вы езжайте, передайте нам, пожалуйста, исправленное письмо. Мы начнем уже работать по этому вопросу и нести подготовку к сессии. Сессия примерно будет проходить через две недели. Обязательно этот вопрос рассмотрится, решение примется. И буквально в течение месяца-полтора вы свои бусы получите. Я с радостными эмоциями о том, что действительно местная власть хочет и может поддерживать вооруженные силы, приехал, рассказал это своим побратымам, своему командиру подразделения. Мы начали дальше нести боевое дежурство и где-то в глубине души ждать. Ждать своих бусиков, ждать и терпеть. И пока мы ждали эти бусики, нас перевозили в разных машинах, было такое даже в зелу. В багажнике зела, под открытым, ну это как смертный коробок. И вот Эврика. Выходит Виталий Викторович с тарелки с отпуска и все процессы останавливаются. На следующей сессии, которая происходила через две недели, мы краем уха узнаем, что наш вопрос даже не выносится на сессию. Никто не собирается его рассматривать. Я крайне возмущенный, доношу эту информацию командиру своему непосредственному, доношу информацию командиру батальона. И опять же я прошусь освободить меня от обязанности выполнения боевых задач. И совместно с моим коллегой депутатом Олегом Колесниковым мы выдвигаемся за свои деньги, покупая бензин. Выдвигаемся разобраться, в чем же дело. Почему и кто препятствует нашей помощи, кто же саботирует закупку микроавтобусов, таких нужных, для несения боевого дежурства. Мы приехали на сессию, я был неприятно удивлен позицией мэра, позицией большинства депутатов, большинства депутатов, те, которые раньше были от партии ОПЗЖ. А что нам мешает внести в повестку дня? Ничего. Из полкова мешает. Из полкова мешает. Почему вы за две недели не из полков не приняли решение? А вчера вы нам дали информацию, что не такое письмо. Мы приехали, вам другое письмо привезли, 200 километров в одну сторону за свой счет ездили. Вы издеваетесь над боевым? Я вам приеду я вот сюда. Так выполняйте свои обязанности и ссори, и вы поедете сюда. Докажите настоящую поддержку в Баташей Армии, а не на словах оказывают. А то кто подразделяй придет, а то спросит в вас, что ваше партнер. Я не говорю, как ты служишь там, молчи уже. Расскажи мне, как ты служил. Не стыдно ни одному гражданину, у которого депутаты, и негом депутатов. Что ты берешь туда поймешь? Потому что эмоции зашкаливают. И при себе эмоции. Так вы выполняйте все хорошо. Я лишний, вы отцу бездейства. Это вы когда сказали? За день до сессии, как письмо. 15 дней, спустя, вы рассказываете, что надо скорректировать песком. Вы всегда слышите вообще? Я всегда слышу. За 15 дней. Я вам нашел же необходимость. Их надо уже было вчера купить. А вы мне говорите, надо и с полком подождать. Я эти месседида спрашиваю, каким образом сегодня покупаются автомобили местной власти? Слушайте, давайте не искать камни представителей. Механизм очень много. Очень много. И коммунальное предприятие может взять, купить их и выдать от воды в аренду. Люди рискуют жизнью и травмируются ежедневно. А мы будем ждать, пока вы там бюрократические свои отходы пойдете. Или пока вы из полкова заберете. Я не понимаю до сих пор, почему в условиях войны военнослужащие должны просить свои же деньги. И деньги налогоплательщиков из бюджета, для того, чтобы воевать, нести службу и выполнять свой государственный долг. Я хотел бы напомнить, что городской бюджет города Терновки составляет порядка 300 миллионов. Вот этот весь конфликт, который сейчас происходит, он только из-за того, что 29 числа пришли ребята, депутаты, которые там воюют, пришли с письмом подписываться на Дармино. Не Айзотоловым подписан, как вы говорите, что Айзотоловым там решает, а пришел ихний командир, подписал. Вместо того, чтобы 15 дней как-то разобраться и принять решение, сказать, ребята, у нас вот тут что-то не получается или вот тут не получается. Давайте все как-то сделаем, чтобы у нас обоюдно получилось. Вот и происходит весь этот конфликт. Они вчера сломя голову летели со вторым письмом, который там якобы там запятая не так, или не так написан, или еще что-нибудь. Если есть желание нам помогать, то давайте мы будем помогать. Если его нет, то давайте, конечно, будем искать камни прескновения, вот эти запятые, туда мы не можем. Объясните, как надо сделать им, они все сделают. Поскольку было сказано, вы же здесь сегодня с худешним день, я так понимаю, играет этот футбол, не надо мне снимать. В смысле? Да. Это не имеет значение, это для своего архива стилей. Военного действия, она запрещена. Мы не обучаем, связанная с защитой. С защитой связанной. А вы что, а мы еще обсуждаем действия исполнительной власти военной власти. Не надо тут накалять обстановку. Я не накаляю обстановку, она бы и не была накалена. Делайте все вовремя и все. И не будет она накаляется. И не тут, не приезжайте еще. А что не знаешь, Виталик, я не знаю. Я не знаю. Ребята, я не отец. Да. Пошел. Ты, ты, смотри. Ну, если бы они отговорили, надо так, можно так себя вести. Давайте поменяемся местами. Или отправьте своего сына, я берусь на шахту, дальше уголь добываю. А ваш сын пусть идет и рискует своей жизнью и здоровью. Умничай. А я вот за себя отмечаю. А я вот за себя отмечаю. Стал и пошел, будучи найдет им отцов. И сухой не жуют. Вы просто доводите до такой точки кипения, когда уже нет сил терпеть. Это я один приехал. Когда приедет все подразделение, вам задаст вопросы, где ваша поддержка. Еще хотелось бы добавить вот такую историю, что после того, как нам практически отказали в покупке этих автобусов, Виталий Викторович кинул такую фразу, что он управленец, он градоначальник и он все порешает. И сам найдет способ и привезет нам автобус. Я, конечно, радостно был удивлен, но думаю, ну хоть что-то, ну что-то может получится. Итак, перед тем, как привезти всем нашумевший бус, он имел предметный разговор с моим побратым Александром Усиенко, в котором нецензурно высказывался о моей позиции, о том, что я защищаю позицию не только военнослужащих своих побратым, а и вообще позицию своих граждан, о том, что из бюджета города должны поддерживаться наши военнослужащие, непосредственно не только те, которые воюют от нашего города, а вообще вся армия в целом. Эту ты машину отправишь, вон такие пидорасы, как Айзатург, как эти, сука, мрази, твари, ну она, блядь, животная, ебанутая. Ты мне хоть объяснишь, что там происходит и зачем это, блядь, нужно вот эта херня, для чего? Вот, и вот если эти дураки, блядь, не понимают, сука, долбоёвые, блядь, тупоголовые, блядь. Это животное, блядь, сегодня такое-то устроено, как туда, блядь. Вы испугались о том, что я приеду, понимаешь, вот так, что я приеду, ну такое животное. После этого, конечно же, Виталий Викторович традиционно со всеми фамфарами, шариками привёз многообещаемый такой бусик. Большое спасибо тем, кто сбрасывался деньгами на этот бус. Я искренне уверен, что вы хотели с искренними эмоциями помочь армии, но получилось так, как получилось. Приехал Виталий Викторович, конечно, со своей свитой, директором коммунального предприятия, со своим первым замом на Шкоде, понятно, с этим бусиком. Фамфары, был у них личный даже режиссёр, который всё это заснял, красиво это всё оформил. Я на тот момент не стал поднимать такую панику, и не то место, нулевые позиции, они там, где надо устраивать какие-то разборки или кому-то что-то доказать. Там своя, другая жизнь. И опустил эту ситуацию. Ну, думаю, хоть один бусик, но который нам прослужит действительно и нам поможет. Ну, тут случилась беда. После первого боевого дежурства этот бусик себя ищил. И вот складывается вопрос. Имея 300-миллионный бюджет города, имея такие космические зарплаты, городской голова, не понимая, по каким причинам, не хочет, не может, имея все рычаги, поддерживать Збройный ССУ Украины. Напомню, что за 22-й год городским бюджетом было выделено всего лишь для ЗСУ 450 тысяч на топливо и на харчевание. Это март месяц. В 23-м году, по моей личной информации, на Збройные ССУ, которые находятся на нулевой позиции, не выделено ничего. На Збройные ССУ, которые находятся непосредственно, несут службы в тыловых частях, силовые ведомства, там СБУ, какие-то деньги выделились. Но мне это мало интересно, потому что транспорта, всяких приборов ночного видения, приборов дронов потребует в первую черву нулевые позиции. Те ребята, которые находятся на нулевых войне. Для меня непонятно, почему за эти более 600 дней войны граждане Терновки, осознанные граждане Терновки, уже порядка 10, более 10 автомобилей закрыли сборы, купили для ребят. Куча всяких дронов, куча еды передали, а местная власть остается в стороне. Я не понимаю, почему это происходит, но очень хочу разобраться, очень хочу поддержки населения. Поддержки населения, что не только мы за свои деньги должны, а еще наши налоги должны идти не закупку каких-то там кустов, роз, каких-то брусчаток, асфальтов и все остальное. Не на космические зарплаты мэру, его заместителям и всем остальным. Не какие-то отпуска и машины, а только на передовую, только для победы, только для ребят, чтобы больше сохранить жизни и здоровье. Никакие брусчатки, цветы, розы, кусты не актуальны, пока идет война. Космические заработные платы тоже. Поэтому будем с этим бороться, будем на это воздействовать. Слава Украине, слава нации. Смирь воровам. Слава Украине, слава нации. Продолжение следует...